В фойе театра прогуливаются графини, лакеи, рыцари и придворные музыканты. В окружении театральных костюмов и реквизитов выступают актёры мимо и позируют средневековые персонажи. На самом деле я дождался такого мероприятия. Давно мечтал, чтобы мы вернулись к таким проектам, когда люди ходили в оперу. Концертную программу «Ночь в опере» готовили несколько месяцев. Главный дирижёр оркестра надеется, что тематическое представление отвлечёт харьковчан от переживаний по поводу ситуации в стране. В первой столице украинской сделали такое мероприятие, которое должно людей успокоить, дать им духовную пищу. Солисты оперы говорят, в репертуаре только мировые хиты. От классиков Верди и Россини до современного Фрэнка Синатры. Я лично надеюсь, что эта акция в какой-то степени привлечёт внимание молодых людей наших к оперному классическому искусству. Среди зрителей в основном молодёжь. Гости светского приёма стараются соответствовать дресс-коду. Татьяна Лебеденко с подругой сегодня в вечерних платьях. Люди пришли сегодня красивые, нарядные, очень необычно для харькова. Такие мероприятия в театре планируют устраивать несколько раз в году. В первую оперную ночь мелодии Баха, Пучини и Моцарта звучали до полуночи.